Начну с другой темы, друзья. Ровно год исполнился со дня гибели, со дня убийства, жесточайшего убийства Романа Бондаренко. Как мне кажется, одно из самых чудовищных преступлений, которые были совершены, ну, можно так сказать, да, с согласия власти. В России погиб человек, который просто вышел в свой собственный двор узнать, кто там орудует. Потом мы с вами все узнали, кто там орудует. Потом появились эти все телефонные разговоры, потом появились оправдания, но потом у Беларуси в связи с этим забрали чемпионат мира, потом наложили санкции на Олимпийский комитет и так далее. Мы все как бы, то есть это преступление раскрыто. В целом для нас вся эта массандровская затея, она раскрыта. Мы все понимаем, кто это сделал. Мы понимаем там буквально поминутно, как это все происходило. Есть неопровержимые доказательства, голоса, телефонные разговоры, фотографии и все остальное. И есть ответ прокуратуры, который не может найти причастных. Ну не может найти причастных по фотографиям, по видео, по свидетельствам, по телефонным вот этим переговорам. Не может найти. Понимаете, какая проблема у Следственного комитета сложная. В связи с чем он приостановил вообще расследование этого преступления. То есть спустя годы находят людей, которые там где-то на дальнем плане стояли, не знаю, у Стеллы. Вот. И приходят, задают им вопросы. Вот их они находят. Да в масках люди и так далее. А тут вот с такими фотографиями прямо не могут найти. Понимаете? Вот как это так? Роман был, конечно, замечательнейшим человеком. Потрясающим. Ну посмотрите просто, да, на это лицо. Как мне кажется, абсолютный герой Беларуси. И крайне важно, крайне важно его помнить. И крайне важно добиваться расследования его дела. Я считаю, что тогда, вы знаете, что из-за этого дела в итоге пострадало огромное количество людей. Потому что тогда по зову сердца к нему во двор пришли тысячи и тысячи белорусов. На них было устроено облава. Кого-то хватали, задерживали. Задержали журналисток. Которые просто делали оттуда репортаж. Знаете, там задержали врачей. Которые рассказали правду, что у него не было, конечно, никакого алкоголя в крови. Хотя это не имело никакого значения для дела. И это они в прокуратуре понимают. Почему даже этот аргумент и не задействуется. Потому что имело, не имело. Ну его ж убили. Убили. Убили просто... Разможили ему голову. Вот. Но даже вот это вскрытие правды, оно привело к тому, что еще посадили и врачей посадили, и журналистку, которая написала правду. Ну, то есть огромное количество вокруг этой истории еще и пострадало. Поэтому мы должны это помнить. Мы должны это помнить. И смотреть. Вот. Так. А что там? Стрим в 20.00 с таймом в 20.30. Ну, я мог ошибиться где-то. Святослав, простите меня. Потому что я говорю, я прилетел. Вот. Просто, да, днем. А у меня в ночь уже в 5 утра следующий самолет. И куча дел. И я где-то мог ошибиться. Где? Даже не знаю сам. Вот. А, в этом, на этой, на картинке ошибся. Ну, простите. Простите. Я уже не знаю, как ее поменять, эту картинку. Вот. Видимо, хотел начать попозже. Потом передумал, потому что... Потому что, ну, лететь надо. Вот. И все. И решил пораньше начать, чтобы больше поговорить. Так как редко выхожу в эфир сейчас. Редко. Вот. Поэтому, думаю, ну, накопилось же, да. И вопросов, и ваших, и моих. Поэтому, ну, ничего страшного. Если выйду чуть раньше. Вы ж меня уж за это хотя бы, не это, не оттырите. Сейчас поменяю эту картинку. Вот она. Ну, вот 8 будет теперь. Вот. Сорян. Сорян. Мы тут, Святослав, между прочим, вот видите, на помощь благовизорам виджет повесили. На Донат Алертс. Так что те, кто захочет помочь ближнему, все-таки, у кого будет такое странное желание помочь ближнему, то есть, ну, людям реально, которые в проблемах, да. Ну вот, помогите. Помогите. А каналу, как всегда, можно помочь через Суперчат, Патреон, Пейпл, Донат Алертс. В общем, как вам удобно. Вот. Да, Ольга Ковалева пишет. Добрый вечер, Андрей. Как время летит? Уже годовщина Бондаренко. Да. Да, да, да. Вот так пролетел гость. Год этот, да. Это правда. Ну, вы знаете, бывает, что правосудие приходит очень поздно. Даже столетних этих вурдалаков, которые работали на нацистов, их находят и в 100 лет, и в 105, и экстрадируют, и сажают. Ничего страшного, да. Ничего страшного. Ну, а кого тут не настигнет суд, может, где-то еще настигнет. Где-нибудь повыше.